Девушки отдыхают Дела Дрожжиновские и назначения министерские Выбираются президентом, на мой взгляд, из числа успешных деловых людей Как живется на западной окраине республики, узнал Дмитрий Аринин Живут рядом с лесом, но без дров Лес страдает, болеет Мнение лесников о поправках в законопроекте узнал Сергей Хайдаров Десять дней оперы Делаем такого утонченно-аристократичного Секреты Шаляпинского фестиваля за кулисами оперного театра Выведа Лилина Зинатольевна Сегодня на лыжне ажиотаж по меньшей мере Полтора миллиона человек по России Больше 150 тысяч по республике Сегодня в стране массовые лыжные гонки Таков ответ Олимпиаде в Южной Корее В Казани официально зарегистрировались 15 тысяч лыжников К ним присоединились еще почти 5 тысяч Все они перед началом гонок выстроились в Олимпийские кольца Альбина Минимаева увидела, для кого массовое катание Уже дело привычки, а кто сегодня первый раз пробовал лыжню Первый раз? Да Как тебе? Катана У пятилетнего Даница сегодня дебют на лыжне России Он впервые встал на лыжи, да еще и на таких массовых гонках Мама Лейсан говорит, столько спортсменов, их не испугали Вместе со всей страной бежит их семья У меня еще старший побежал, он уже убежал с мужем А я уж младшего тут в карауле Наташа, вперед! Пока на стороне финиша болели за своих И раздавались русские имена на старте Казанскую трассу пытались преодолеть студенты-иностранцы Студент Сайнат на лыжне России 2018 тоже впервые не испугала Даже морозное утро Для кого лыжня 2018 уже точно не первая Так это для руководителей столицы и республики Они стартовали на стадионе Локомотив в поселке Юдина Ровно в 11 дня по сигналу Старт дал Рафис Бурганов А за первенство боролись Ревкадмини Ханов, Владимир Леонов И еще 200 руководителей Говорят, качество трассы не подкачало Но чтобы успешно финишировать, почти каждый готовился к гонкам Конечно, тренировался Без тренировки никак Трасса прекрасная, прекрасная погода Лыжи отлично катят Я думаю, уже на следующий год здесь будет обновленная инфраструктура Ну а сама трасса тут исторически хороша Она проходит в лесу Тем более в такую погоду, отсутствие ветра Ну, одно удовольствие, бежать Самому старшему участнику татарстанской лыжни 92 года А самому младшему всего 3 Профессионалы и любители Сегодня только в Казани 15 тысяч человек встали на лыж Конечно же, как после трассы Не встать и не сфотографироваться Вот так вот, с лыжами, с палками и с хорошими эмоциями Лыжня России! Ура! Падали и заново вставали И не отказывались от борьбы и челнинские лыжники Трассу прошли больше 20 тысяч человек Для многих лыжня России Как лекарства Сидела бы дома, все про свою болезнь бы думала А тут я, глядишь, я с народом Эмоции хорошие, положительные За положительными эмоциями в Альметьевске пришли несколько тысяч человек Со всеми вместе и глава Айрат Хайрулин Вознакаева больше тысячи участников А всего по Татарстану на лыжи встали 150 тысяч человек Вместе с лыжниками по всей стране 36-е зимние гонки уже назвали самыми массовыми Поздравляем! Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНБ, Казань, набережный челный, Альметьевский район Казанские дворы очистят от снега к понедельнику Такое обещание дал руководитель столичного исполкома Президенту республики Рустам Миниханов призвал коммунальные службы усилить работу по уборке Последствий снегопада Особое внимание президент уделил и поселкам городского типа Дав поручение рассмотреть возможность привлечения дополнительной снегоуборочной техники Колея есть, по колее будем ездить Такой идеи не должно быть Все-таки надо вывозить этот снег, надо убирать Поэтому я просил вас отдельно еще раз посмотреть по дорогам общего пользования И особенно посмотреть поселки и квартала В министерство ушел, из министерства пришел В Дрожжаном сегодня новый глава прежний Отправился возглавлять Министерство экологии Теперь управлять районом будет уже бывший замминистра труда Марат Гафаров На отчетную сессию, выслушать показатели и дать поручение Сюда приехал Фарид Мухаммедшин О настоящем и будущем Дрожжановского района Дмитрий Аринин Такие детские игрушки стали денежным занятием для взрослых Их производство дает по местным меркам хороший заработок В среднем 16 тысяч рублей Конечно довольны, есть рабочие места, зарплату платят дома Не надо никуда не ездить Пока здесь работают 7 человек, но бизнесмены уже планируют расширяться Поставить еще несколько таких станков, два станка И расширить свое производство Этот цех одного из двух резидентов недавно открывшейся Дрожжановской промплощадки Такие по поручению президента республики должны появиться в каждом районе И дать хороший источник заработка Пока район преимущественно сельскохозяйственный Чего удалось добиться при таком положении дела Изложил уже экс-глава района Александр Шадриков Мы сами видим, как благодаря реализации республики программ Преобразился наш район Видим, как крепнет его инфраструктурный потенциал Развиваться социальная сфера Преображается облик и качество жизни наших территорий Большинство показателей района за год подросли Оценивая результат, Фарид Мухаммедшин отметил достойный вклад в общее благосостояние Татарстана Район живет, созидает, ищет возможности Вот этот промпарк, который показали мне промышленную площадку Сегодня у вас Это завтрашнее будущее В будущее этот район поведет уже другой руководитель Александр Шадриков теперь возглавит Министерство экологии За свою же пятилетнюю работу главой он получил благодарность Рустаму Мениханову Во всех министерских кадровых назначениях Фарид Мухаммедшин проследил определенную логику Они выбираются президентом, на мой взгляд, из числа успешных деловых людей Поэтому точно Район пока в должности его руководителя исполкома возглавил Марат Гафаров Ранее он работал первым замом в Министерстве соцзащиты А до этого руководил исполкомами в Ознакаевском и Рыбно-Слободском районах Мной также уже будет взят вектор на создание условий для комфортного проживания людей И ведение бизнеса, реализации инвестиционных проектов Новому главе нужно будет и улучшить демографию, которая пока в районе отрицательная Под спорьем будут и президентские программы, и самообложения, в которых дрожжиновцы активно участвуют Дмитрий Аринин и Гарроманов, ТНВ, Дрожжиновский район До 100 тысяч рублей сельским мамам Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о соцподдержке в Татарстане Введена она по инициативе Рустама Миниханова Жительницам сельской местности младше 25 лет выплатят 50 тысяч рублей за рождение первого ребенка А сельчанкам младше 29-ти 100 тысяч рублей при рождении третьего малыша На поддержку могут рассчитывать женщины, живущие на селе не меньше трех лет Выплаты начнутся уже с этого года Заявление на пособие принимают в Республиканском центре материальной помощи Лес рядом, а дров нет Все потому, что на валежник и сухостой нужны особые документы Сэкономить бумаги и помочь лесу решили депутаты, лесники поддержали В Госдуме России в первом чтении был одобрен законопроект о бесплатном сборе валежника Сейчас его самовольный сбор может закончиться уголовным делом Сергей Хайдаров о том, что теперь, чем дальше в лес, тем больше дров Давай помогу Помоги, родимый, сделай добрые дела Добрые дела? Ага Привели к охоте Если бы события сказки Морозка развивались в наши дни, то такое доброе дело могло закончиться для ее персонажей колонией С 2016 года самовольное присвоение древесины рассматривают как хищение Павел Парамонов живет рядом с лесом, но сам без дров, считая, что такой запрет не на пользу Жители также думают, что убирать это надо В захламленности очень много вокруг поселка И вообще очень лес страдает, болеет Сейчас найти валежник в лесу достаточно проблематично Мало того, что практически нереально пробраться, так еще и он скрывается под вот таким вот огромным слоем снега, который сразу и не расчистишь Вот, кстати, одно из таких мертвых деревьев, которые лесники считают настоящей угрозой для всего леса Потому что именно здесь размножаются древесные вредители, такие как короеды На самом деле собирать сухостой в лесу можно, но сложно, говорят местные жители Для этого необходимо оформить договор на аренду участка леса Многих сельчан такая бумажная волокита просто отпугивает Потому что народ, он не знает сперва, куда идти, где, какие документы оформлять, зачем это все Вполне возможно, что совсем скоро все это станет не нужно Депутаты Госдумы уже одобрили в первом чтении поправку в закон Если она пройдет, значит, на валежнике можно будет сэкономить бумаги Мы, лесоводы, надеемся, что этот вопрос будет решаться положительно Во втором чтении, я думаю, все тут тонкости будут у стены И все эти недостатки будут устранены Такая поправка на пользу не только сельчанам, но и лесу, говорят лесники Впереди жаркое лето, а сухостой – это главная причина масштабных пожаров Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольский район Зимний open-air горячим чаем, песнями и играми на свежем воздухе Сегодня согревало своих слушателей болго-радиусы На несколько часов лыжня Лебяжья превратилась в студию радиостанции На теплые встречи побывал и Салават Мухаммадуллин Тепло, что даже Салавибы не отказались заглянуть на праздник, позабыв о зиме Рукообройку слушателей, ведущие в одном хороводе Добавили жару известные исполнители хитов болго-радиуса Замечательные люди, красивые люди Погода шикарная, воздух, кислород, чай бесплатный Как горячие пирожки, чай, блины и губодиа разлетались среди гостей Особенно оценили старания кулинаров лыжники Лебяжья Катались на лыжах и тут увидели танцы, услышали музыку Угощение чудесное от вашего радио, пришли на огонек, так сказать Услышал я, что там праздник и поехали, вся семья при себе катается Они там, в зале, я сам первый приехал Бэй, ИГЭ, Эшки, Бэй! А между чашкой чая, игры, как на уроке физкультуры, ведущие устроили веселые старты Пара у нас пришла, сняла лыжи и давайте с нами танцевать и играть И куда же сегодня без смартфонов, количество селфи на празднике, кажется, уже переваливает за тысячу Хэштег, благо-радиуса, рвется в топы Супер, блинами угощают, горячий чай, тепло, все здорово Хорошо, так и держите Здесь не буду пить, пляски, 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 здорово, здорово Делить теплом и хорошим настроением для Бога радиусы уже не работа, а образ жизни Ведь заряжать энергией может только тот, кто сам с искрой в душе Мы согреваем не только добрым словом, песнями, но мы также согреваем играми, горячим чаем, хорошим настроением Хотели, чтобы в выходной день все вышли на природу Акция Бога радиуса согревает прошла в первой, но уж точно не в последний раз Так слушатели и ведущие делают радио вместе Слова Тухмадулина, Мерзальшев, ТНВ, Казань Металл высшей пробы в Кремле и надолго В Казанском музее пушечного двора открылась выставка «Демидовые металлы» «Сплав на века» Что связало тагильские ядра и казанские пушки Рамиль Шайдулин? Рудная пирамиды, минералогическая бока представляет собой эталонную коллекцию медных и железных руд В каждой ячейке по сорту руды, какая-то больше подходит для пушек, какая-то для ядер, треть ячеек пусты В эту рудную пирамиду легендарные металлурги хотели поместить еще не созданные сплавы Ведь борьба была не шуточной, металл «Демидовых» был прямым конкурентом шведскому железу Они очень много сделали для России и тагильский металл позволил выйти на европейский рынок России Впервые как промышленная держава, не с пенькой и медом, а именно промышленной державе Так о железе из России узнали в мире, но по словам наследников Демидовых повторить успех так и не смогли Ковкая, гибкая, прочная и плавкая – формула идеального уральского железа – загадка Эта коллекция уникальна и сегодня Вот железный пруд, который скрутили в узел без единой трещины, а это самовар, который вытянули из простой железной болванки Как говорят организаторы, тогда на такое были способны только Демидовые В летописях сохранились данные о том, какими важными были волжские и свияжские пристани на пути железа в Европу В Казанском музее говорят и о том, что на Урале ковали специально для Казани У нас есть много памятников архитектуры, которые оборудованы металлом Демидовой Это у нас Благовещенский собор и, соответственно, храм Петра и Павла Хотя Демидовый и Казань – звенья одной цепи, но выставка сюда еще не приезжала Зато сейчас пробудет долго Увидеть уральское железо в стенах Кремля можно до самого лета Оперный фестиваль имени Федора Шаляпина в самом разгаре Премьеры, любимые постановки и несмолкаемые овации С 1 февраля 7 показов и 7 тысяч зрителей Год от года меняется состав исполнителей Среди них и дебютанты фестиваля, и настоящие звезды Секреты успеха Шаляпинского у Лины Зинатулиной Сцена любви, шумный праздничный вечер или целое войско Увидеть, что же окажется за занавесом – самый трепетный момент каждого вечера Но что бы здесь ни ставили, уровень Шаляпинского – знак качества Зрители ждут фестиваля целый год Эту музыку невозможно отказаться от нее Артисты сильные, чувствуются сразу Будет еще Борис Стаценко, его я просто обожаю Делаем такого утонченно-аристократичного, не крестьянина, а прямо светского человека Так знаменитый баритон Борис Стаценко превращается в Жоржа Жермона и Стравиаты За нынешний фестиваль звезда Шаляпинского уже исполнил главные партии и в премьерной «Набука», и в «Регалетто» За 35 лет на сцене я ничего нового не почувствовал Сцена, она всегда обязывает к полной отдаче А американской солистке Лакити Митчелл достаточно самой нанести макияж Решено, что эфиопскую рабыню Аиду и играет этнически близкая артистка Партию она исполнила впервые не только на Шаляпинском, но и в своей карьере По ее словам, дорасти до Аиды – мечта любой певицы Публика приняла со всей теплотой, а вот казанский февраль встретил сурово Но певица нашла лучшее лекарство от мороза О да, я люблю борщ, и вообще мне очень нравится в Казани Люди по-доброму относятся, приятно работать в вашем оперном театре Я надеюсь еще вернуться Александр Трофимов из Мариинского театра на Шаляпинском впервые Несмотря на это, в оперный приехал ближе к выступлению Перед этим фитнес Хотя работает голос, тренировать нужно все мышцы А энергию лучше оставить для зрителей Я люблю приходить за час до спектакля Потому что вот это волнение, которое присутствует Ты уже загримировался, оделся, сидишь И вот что тебе делать То есть вот эти час-полтора Ты сидишь, есть особо нельзя Потому что на сытый желудок много не споешь Пить тоже нельзя И вот ты ходишь из угла в угол, нервничаешь Магия на сцене начинается с секретов за кулисья А вот готовят реквизит для пышного праздника Виолетты из травиаты В фужеры льется не игристое, а обычный чай Декорации сцены соответствуют масштабам знаменитого фестиваля Для храма Езиды из оперы Аида Соорудили действительно гигантские статуи египетских богов Фестиваль Шаляпина на родине знаменитого певца История длиной уже в 36 лет Все это время он в центре внимания не только ценителей оперы Но и профессиональных музыкальных критиков Это такой бросок, это такой скачок 36 лет держать вот эту планку Это самое шикарное, что только можно себе вообразить И поскольку вы здесь живете, вы сами это знаете По долгу службы от критиков и конструктивные предложения Нужно очень тщательно подходить к кастингу голосов Спектакль Травиата Ну я считаю, что он вот рассыпался, распался Вот завтра будет репетиционный день А это можно было посвятить какому-то концерту этот вечер Половина вечеров очередного оперного праздника уже позади Но и дальше ярчайшие жемчужины фестиваля Оперу Борис Годунов исполнят 13 февраля В день 145-летия Шаляпина А в завершение долгожданные галоконцерты Лина Зинатульна, Андрес Митальцев, Ринат Сафин, ТНВ, Казань Самые яркие события, обсуждаемые персоной В нашей традиционной рубрике В сети от Армана Кастаняна Всем привет! Ну что ж, жесткие снегопады вроде как закончились Снег уже весь почти, повторюсь, почти весь убрали Да, тот снежный понедельник мы запомним надолго Причем в тот день было не просто много снега А была прям метель И вот один сотрудник ГИБДД Решил найти свои плюсы работы Даже в такой тяжелый день Смотрите, смотрите, меня уносит ветер Да, весело, конечно В дни, когда дороги замело В основном на дорогах были только водители внедорожников Оно и понятно, на другой машине-то не поедешь Но нашелся один смельчак Я бы даже сказал, герой Решил выехать на своей красотке Но мне кажется, что немножечко парень не угадал с погодой Но пока нас всех полностью не замело Посмотрим нашу постоянную рубрику в сети с президентом Неделя президента началась Что получается, сразу же починить и отремонтировать А многие вообще не пытаются даже решить эти проблемы А вот один молодой американец решил привлечь внимание к данной проблеме Очень креативным образом Парень в ямы на дорогах Нью-Йорка посадил деревья Чтобы предостеречь водителей Причем прохожие его поддерживали Кто-то поблагодарил активиста А кто-то уже начал постить все в инстаграм Короче, идея вообще годная Респект парню Хозяйка ретривера начиталась в форумах И узнала, что псу этой породы Можно дать подержать в пасть яйцо А потом забрать его невредимым Ну, конечно же, она решила это проверить на своем питомце Как можно увидеть, трюк удался И сразу же, прям сразу же Это превратилось в своего рода флешмоб Короче, новый тренд Все начали пробовать У кого-то получалось Но были и неудачи А теперь топ тем Что спрашивали татарстанцы на этой неделе в Яндексе Запрос о Елене Шишмаревой Которая ушла из жизни на этой неделе Сталинградская битва Почему этот запрос в топе 2 февраля исполнилось 75 лет со дня победы в Сталинградской битве На третьей строчке бой Гассиева и Дортикаса Если кто не в курсе, Гассиев победил И напоследок Один из популярных мемов в интернете Сейчас это мем За зиму три топора Чтобы вы были в курсе, вот вам ролик Все говорят А как поднять бабла? Я разбиваю за зиму три топора Я трачу и не плачу Что наголол вчера Поймал удачу и держу Оба колуна На этом сегодня все Пишите, присылайте свое видео Новости, фотографии Короче говоря, будьте в сети Пока О погоде на воскресенье далее Я прощаюсь с вами до вечернего выпуска Он выйдет 21.30 Всего вам доброго Здравствуйте Поговорим о погоде После небольшой информации Спонсор показа Изготовитель корпусной мебели На заказ ООО Данил Мастер Хотите качественную Недорогую кухню По вашим размерам Данил Мастер Исполнит ваши желания Закажите в феврале Со скитой 20% Данил Мастер Город Казань Улица Восстание 23 Телефон 2 167 166 В республике установилась Слабоморозная погода Без значительных осадков По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке В Бугульме Бавлы-Ознакаево Переменная облачность Минус 8 Местами возможен Небольшой снег На северо-востоке Нижнекамский Набережных Челнах Елабуге Переменная облачность Без осадков И до 11 мороза На севере Татарстана Менделинский Огрызи в Менделеевске Облачная погода С прояснениями Местами выпадет снег И также Минус 11 На северо-западе Варске В Кукмаре Балтаси Переменная облачность Столбики термометров Покажут 12 градусов Ниже нуля Жители юга-запада Татарстана Ожидает облачная погода И до 11 мороза В центральных районах Чистополе Альметьевске Мамадыши Переменная облачность Столбики термометров Покажут Минус 9 В последующие дни Будет облачно Выпадет снег А температурный фон Не изменится Предстоящей ночью В Казани 15-17 градусов Ниже нуля Днем переменная облачность Без осадков Минус 10 Минус 12 Ветер восточный Слабый До 1 метра в секунду Атмосферное давление 763 миллиметра Ртутного столба Влажность воздуха 79% Магнитное поле Земли Спокойное Это вся информация О погоде В студии была Лыла Латыпова Хороших выходных В кругу близких До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова